Всем привет, это транспортный блог. Я закончил сессию, а это значит, что пришло время снова возвращаться к производству видео. Как вот таких вот обычных типа транспортного блога, так и довольно крупным проектом, например, к истории рязанского транспорта. Этот транспортный блог будет небольшим, потому что по факту у нас будет сегодня всего лишь одна новость, но зато какая. Дело в том, что в ближайшие дни уйдет в историю еще один маршрут коммерческого транспорта, при том не обычный маршрут, а с историей. Но в начале срочная новость. Уже около полугода длится эпопея с вопросом транспортного обслуживания железнодорожных вокзалов Рязани. И вроде бы как администрация сказала, что все, она нашла выход. Как только поедет троллейбус в песочню после ремонта, второй троллейбус возродят, но ходить он будет от вокзала Рязань-2 через вокзал Рязань-1 до Шереметьево. Даже внесли изменения в реестр маршрутов. И что я увидел 26 июня вечером на сайте БА-62, я абсолютно не понял. Начнем с того, что внезапно о себе заявил троллейбусный маршрут номер 6. Некоторое время на сайте БА-62 его даже не было в списке маршрутов. А во-вторых, какой маршрут теперь имеет шестой троллейбус? Сейчас не работающий. Его нарисовали от завода Реосветмет до памятника Политаеву, но при этом после остановки Дом Художника он не поворачивает на Дзержинку. А идет на вокзал Рязань-1, потом разворачивается у вокзала Рязань-2, а потом уже с Площади Победы поворачивает на Дзержинку. Честно говоря, я не совсем понял, что вообще это значит, что может нас ждать. И пока что никаких ответов точных я вам сказать не могу. Возможно, что нас ждет кое-что интересное. А теперь переходим к основной теме. Дело в том, что сейчас разыгрываются конкурсы на два маршрута коммерческого транспорта, действующие свидетельства на которые истекают 27 июня. Это маршруты 53 и 75. Если с 53 маршрутом все довольно буднично, то вот с 75 все куда интереснее. Несколько дней назад вышло постановление администрации Рязани, в котором сказано, что 75 маршрут переводится на автобусы средней вместимости, а в простонародье на пазики. При том их число сокращается до 20 машин. 75 маршрут это вообще очень лютый маршрут, потому что он идет по основному транспортному коридору и по какому-то недоразумению все еще обслуживается фургонами, хотя они постоянно забиваются даже в выходные дни. То есть пассажиропотоки на 75 огромные, а вот вместимость совершенно несоизмерима. И вот это решили исправить. Но естественно есть и ложка дегтя в этом, поскольку число машин сокращают, то вполне возможно, что давка в 75 останется, но с другой стороны стоящим пассажирам будет проще. Да и число машин сокращается не так уж и сильно. То есть, например, раньше, когда активно переводили маршрутки на пазики в 18-19 году, изначально хотели заменять три фургона одним пазиком. Тут же собираются одним пазиком заменять что-то около 1,6 фургона. Да, получились какие-то два землекопа и две трети, но примерно такое соотношение и выходит. Однако самое главное не это, а то, что забыли про еще один маршрут, срок свидетельства на который истекает 27 июня. Это автобус номер 34. И ты похожа, что 34 автобус 28 июня уйдет в историю. Неизвестно насколько. Возможно, когда-нибудь его возродят. Возможно, даже через считанные месяцы. А может быть, его больше уже не будет в Рязани никогда. Кто знает. В реестре пока что он остается. Его удалять никто не собирается. При этом всем 34 маршрут один из самых исторических среди коммерческих автобусов Рязани. Он появился одним из первых в такой категории. Да и вообще сама категория коммерческих автобусов Рязани некогда довольно мощная сеть. На сегодняшний день представители ее можно заносить в красную книгу. Но краткая история. В начале нулевых из коммерческого транспорта в Рязани начали появляться две сети. Первая сеть это коммерческие автобусы, то есть обычные автобусы с кондукторами, но без льготы, как правило, меньшей вместимости. И маршрутные такси. Маленькие микроавтобусики, которые останавливались только по требованию и ездили довольно быстро. И стоящих пассажиров первые годы не брали. Эти сети вполне себе сосуществовали вплоть до начала десятых годов. Потом пазики, которыми в основном обслуживались коммерческие автобусные маршруты, пришли в негодность. Обслуживание среднего класса было более накладным, чем автобусов малого класса. Да и сами маршрутки увеличились в размерах. Потому сеть коммерческих автобусов в Рязани начала стремительно сокращаться. И по состоянию на середину 2018 года осталось только один полноценно работающий маршрут. Это как раз таки 34-й. Работу 32-го и 57-го маршрутов я не могу назвать стабильной в те годы. Чего уж говорить про автобусы 48 и 60, которые тогда превратились в фикцию с одной машиной на линии. Я тогда предсказал, что если ничего радикально не менять, то через пару лет последние коммерческие маршруты вымрут сами собой, кроме одного. Тогда я ставил на 34-й. Но как получилось? По состоянию на начало 2021 года из всех этих пяти маршрутов осталось только два. 32-й и 34-й. Притом 32-й стал вполне себе стабильным относительно того же 2018 года, а вот 34-му стало похуже. И наконец 28-го июня останется только один маршрут номер 32. Кто-то еще вспомнил про 30-й автобус, но его возродили уже тогда, когда вот эта вот грань между коммерческими автобусами и маршрутными такси практически стерлась. И она прослеживалась только в реестре маршрутов. И на сайте БА-62 эти маршруты показывались разными цветами. А во-вторых, 30-й автобус не прошел вот эту вот эволюцию от старых пазиков до новых пазиков Vector Next, которые прошли 32-й и 34-й. Честно говоря, у меня крайне спорные мысли по этому поводу, потому что, ну, с одной стороны, маршрутов и так много. Что-то рано или поздно придется отменять, потому что, ну, не может быть так, что с любой окраины можно уехать на любую другую окраину без пересадок. Это так работать не будет. Но если еще так подумать, то а какие вообще дублеры у 34-го автобуса? Да, есть 17-й, который крайне не справляется со своей работой. Есть 98-я маршрутка, которая и так полумертвая. И эти два маршрута в недостойво не идут. А из недостойво в центр идут, ну да, много там. 73-я маршрутка, 75-я, 21-й автобус, но его можно не считать. Из недостойво в центр по Северной Окружной идет 90-я маршрутка. Правда, я не могу назвать ее работу стабильной, да идет она в гор-рощу, а не поворачивать на дом художника и дальше не едет по центру. Ну и к тому же это минус, еще один маршрут около Нити. Там из часто ходящих остается только 73-й, 85-й и, по-моему, все. Так что мы прощаемся с 34-м автобусом. Хороший был маршрут, у меня много связанных с ним воспоминаний, как хороших, так и не очень. Наверное, у вас тоже есть какие-то воспоминания. Ну а на этом транспортный блок подходит к концу.